Приключения Буратино, Белый Клык и Пираты Карибского моря. В центре охраны материнства появилась своя мини-библиотека. Меники выделили для нее специальные помещения в детском отделении. Книги, это около 300 произведений, собрали ученики кадетской школы в рамках акции «Библиотеки детям». Отвлечь детей от гаджетов, напомнить о важности книг и создать домашний уголок в больнице. По словам организаторов, это одна из главных целей акции. Долго ждать, что кто-нибудь заинтересуется интеллектуальным подарком, не пришлось. Ксения Белец одна из первых воспользовалась книжными полками. От телефона болит голова и иногда портится зрение. Поэтому лучше читать книжки вживую. Я свою книжку приносила, я ее прочитала, и теперь я могу прийти сюда и прочитать новую книжку. И она не одна кому чтение по душе. Такие стеллажи с книгами находятся в игровых комнатах трех отделений. Доступ к ним свободный. Поэтому дети могут читать в любое время и, как оказалось, не только про себя. Детки могут взять книжки, почитать, потом вернуть. Более того, мы сегодня говорили еще о том, с девочками, с детками, о том, чтобы они взяли книжки и почитали маленьким деткам, которые здесь находятся, но еще не умеют читать. Представьте себе, девочка или мальчик более взрослый почитает более маленькому. Это уже какое-то такое сестринское и братская забота об этих детках. Это сплачивает детей. Сказки, легенды, рассказы, энциклопедии принесли маленьким пациентам ученики Кадетской Люберецкой школы из своей домашней библиотеки. Первый стеллаж, наверное, в течение пары дней мы собрали. Ну, второй, чуть больше недели мы собирали эти два стеллажа. Но продолжают нести, поэтому я думаю, что мы будем, даже уже договорились, поставим в холле еще один стеллаж. Будет такое подобие свободной библиотеки, потому что пока стеллажи у нас находились, ребята подходили, можно взять, почитать и принести. Можно. То есть такой интерес возник. Организатором акции «Библиотеки детям» стал «Союз женщин Подмосковья». Пока это первая ступень акции. Дальше больше. Сейчас в этой акции участвуют только дети и детские больницы, и дети, которые учатся в школах в дальнейшем. Есть такая идея, действительно, подарить книги уже более взрослые, может быть, интересные, профессиональные для взрослых людей. Потому что книга – лучший друг человека. И теперь как минимум у десяти пациентов детского отделения больницы появились минимум по одному лучшему книжному другу. Мария Антонова, Валерия Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова